О борьбе с ВИЧ-инфекцией, о том, как обезопасить себя от серьезной и страшной болезни, мы говорим с главным врачом клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом, Валерием Кулагиным. Валерий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Если говорить о возрасте, труднее лечиться в возрасте ВИЧ-инфекция? Или, собственно, разница? Нет, вы знаете, иммунная система практически одинаково отвечает и в детском возрасте, и в достаточно зрелом возрасте. Единственное, там побочные заболевания еще накапливаются дополнительно. То есть не сам ответ иммунной системы, а плюс еще те заболевания, которые человек приобрел в течение лет жизни, они, конечно, наслаиваются и влияют на общее состояние организма. Но, тем не менее, я говорю, что если человек вовремя стал на учет правильно лечиться, он проживет равно столько, сколько ему отмерил Господь Бог. Это прием медикаментов, какой-то определенный образ жизни, да, как я понимаю? Прием медикаментов и обычный образ жизни, который не предполагает излишества в курении, в алкоголе, в еде. Ну, то есть это обычно нормальный образ жизни плюс лекарственные препараты. Понятно. А как вы считаете, в обществе у нас еще остается, существует спидофобия? Или как-то уже все-таки более понимающий и толерантный к людям к таким относится? Ну, в любом случае, для человека, который впервые сталкивается с таким диагнозом, это шок. Это шок, и первые мысли очень нехорошие по поводу дальнейших. То есть у человека жизнь делится на две половины. До того, как ему этот диагноз объявили, и после него. Вот этот период после него, человек не может понять, что же делать, как же быть. Для чего и существует вот это дотестовое и послетестовое консультирование. Дотестовое консультирование выявляет риски, которым мог подвергнуться этот человек и заразиться. А послетестовое консультирование в случае, если ВИЧ-инфекцию нашли. Вот как раз здесь, там еще присоединяется работа психологов, как раз и находят взаимодействие между пациентом и врачом. Находят те опоры в жизни этого человека, на которые может опереться и доктор. Ну, например, у пациента нет семьи, нет детей. Как бы не на что опереться, да? Дальнейшее что-то вот такое. Но у него есть пожилая мама, или родитель, или брат пожилой, или младший брат. И мы привязываем этого человека. Ну, как же ты? Он говорит, все, надо с жизнью заканчивать. Зачем мне эта жизнь? Такая постыдная болячка. К сожалению, почему-то ее все считают постыдной. Хотя это обычное заболевание, такое же, как и гепатиты. И мы находим вот эту, как его к этой жизни, к дальнейшей привязать. И мы говорим, а как же ты? Ну, вот, а мама, ее надо досмотреть, она тебя растила. Ты же должен ценой недолг, или еще что-то. А потом уже объясняем, как это нужно сделать. Как сделать так, чтобы твоя жизнь была продолжительной и комфортной. Чтобы ты не ощущал то, что ты болен. И не ощущали твои близкие. Мы рассказываем, как принимать лекарства, с чем лучше принимать, когда, по времени. Мы рассказываем, как следить за своими бритвенными приборами, чтобы они не попали в руки после вас сразу, после вашего бритья. То есть мы рассказываем бытовые мелочи, как правильно питаться, как правильно принимать лекарства. Мы человеку рассказываем, даем ему алгоритм его дальнейшей жизни. И поначалу это сложно, поначалу все это очень воспринимается проблемно. Но потом человек, он же очень быстро приспосабливается. Человек такое существо, которое в любых условиях может приспособиться и выживать. И люди, когда входят в эту колью, и они удивляются, чего мы боялись. Господи, да это совершенно обычная, комфортная жизнь. Ну, единственное, что связано с приемом лекарств. И с некоторыми незначительными ограничениями. Вот и все. Но не такими уж серьезными. В любом случае, это не приговор. Спидофобия страшна, когда она возникает у людей, у которых нет ВИЧ-инфекции. А они всем говорят, что она есть. Мало того, они даже знают источник, кто их заразил. Пытаются его осудить. Ходят по... Чуть ли не каждый день в центр СПИДа перепроверяются. У нас была пациентка, которую водили в лабораторию. Показывали, как делается анализ. Рассказывали всю технологию. Тем не менее, она говорила, нет, мой муж вас подкупил. И вот я знаю, что он меня заразил ВИЧ-инфекцией. Он покупает все лаборатории, где я сдаю на ВИЧ-кровь. И мне все говорят, что я здорова, а я больна. Вот это страшно. Это действительно, это уже нужно людям обращаться к врачам несколько другого профиля, не к нам. Есть еще одна когорта граждан, которые говорят, что вообще этой болезни нет в природе. Ее придумали фармацевты для того, чтобы продвигать свои дорогостоящие лекарства. И люди, не лечитесь, не верьте этим врачам. Никакого такого заболевания нет. Этого вируса якобы никто не видел. Якобы даже тот, кто один из первооткрывателей этого вируса, Монтенье, якобы отказался от того, что он его видел. И поэтому не лечитесь, не ходите обследоваться. Вируса нет. Вот эта часть нашего населения очень страшна. Потому что так же, как и с прививками, они убивают людей. Мало того, эти спид-диссиденты пытаются развешивать объявления в наших учреждениях. Даже так? Да, в лечебных учреждениях. Не верьте врачам, приходите к нам, мы вам все расскажем. В лучшем случае, соединим вас с энергией космоса. Ну, понятно, это... Да, у вас другие какие-то соматические заболевания, только не ВИЧ. Хотя совершенно четко доказано, что вирус существует, что описана его структура. Мы даже примерно понимаем, что это вирус искусственного происхождения. Что, скорее всего, он был искусственно создан в лабораториях, по всей вероятности, которые работали на территории африканских стран. Потому что очень похожий вирус есть у обезьян, только вирус ВИЧ имеет, в отличие от того вируса, два дополнительных белка, которые ему позволяют присоединяться к нашим клеткам, клеткам человеческого организма и вбрасывать туда свою генетическую информацию. Но, объясняя, доказывая этим людям, очень сложно их переубедить. И поэтому мы пытаемся нормальных людей убедить в том, что все-таки это заболевание существует. Ну, давайте так вот говорить. Если бы его не было, да? Почему из 5,5 миллионного края только 30 тысяч человек были выявлены? Что мы тогда у них выявляем? На что реагируют тест-системы, на полоски которых нанесены специфические белки? То есть белки, которые принадлежат только этому виду вируса. Есть определенные иммунологические, химические реакции, которые описаны во всем мире, которые работают на других заболеваниях. Таким же способом выявляют гепатиты, таким же способом выявляют сифилис. И точно на этих же основах этих анализов основан и анализ на ВИЧ. Но, тем не менее, вот эти диссиденты говорят, что это не так. Но, по счастью, их очень мало, и с каждым годом все меньше и меньше становится. Но, я так понимаю, тяжелее всего именно психологически работать именно с возрастной категорией, вот вы говорите, за 50 кому? Да нет. С ними тяжело работать профилактически. А им очень сложно говорить, что нужно с собой иметь презерватив всегда, иметь там какие-нибудь хоргексидины, мироместины. А лечить их? А лечению они поддаются точно так же, как и все остальные. Но те люди, которые понимают, в принципе, у них выстраивается, я так понимаю, благополучная жизнь. Они рожают детей, правильно? Да. Есть ли у них какие-то сложности в социуме? Ну, мы же понимаем, да, что у нас очень много того, что мы документируем. Детский сад, школа, анализы, да, то есть выясняется, что у ребенка родители вечно инсфицированы. С этими бедами, проблемами к вам приходят, или они переживают? Да, конечно. Поначалу это вообще было очень сложной ситуацией, когда и соседи требовали изгнать человека, который рядом с ними живет с ВИЧ-инфекцией, и в детские садики запрещали водить детей ВИЧ-инфицированных. К сожалению, такая проблема существовала ранее, и отголоски ее есть и сейчас. Но вы знаете, самая большая беда или проблема даже не в том, что другие люди осуждают ВИЧ-инфицированных, хотя почему-то к этому заболеванию приклеился ярлык до какого-то грязной болезни какой-то, что это вроде маргиналы, гомосексуалисты, наркоманы, проститутки. На самом деле мы с вами сейчас же видим, что основная масса ВИЧ-инфицированных это совершенно нормальные, социально сохранные люди, имеющие уже какое-то определенное образование, какое-то определенное место в обществе. И сами люди боятся сказать своим окружающим, даже родственники подчас не знают о том, что человек ВИЧ-инфицирован, считая, что у него грязная болезнь. То есть сам человек сам себе уже вырабатывает эту стигму, то есть это неправильное отношение к своему заболеванию. И естественно, ну попробуйте где-нибудь в офисе и скажите, у меня гепатит. Я боюсь, что никто даже не отреагирует и не будет следить, куда делась ваша окружка, чтобы из нее не выпить кофе или чай. Но если в этом же офисе сказать, что у меня ВИЧ-инфекция, все же будут знать, что через слюну, через воздух не передается, но тем не менее, да, будьте рады. Всем объясняем, что ни посуда, ни полотенце, ни общие предметы бытового пользования, ни унитазы, ни души, ванны, ни бассейны, ни каким образом в быту, ни общей расческой, даже общей губной помадой нельзя, если там нет кровавых следов у одной и ранки на губе у другой. То есть только непосредственно кровь-в-кровь передачи. Тем не менее, в этом офисе часть может уволиться, часть будет требовать, чтобы уволили данного сотрудника. Вот почему-то такое отношение. С годами оно изменилось. Сейчас уже нет того, что было, допустим, вот в 89-м, 90-х годах. Никто не спрашивает в садике, инфицирован ваш ребенок или нет. В школе никто этого не спрашивает. Но тем не менее, бывают ситуации, мы знаем с вами, что, к сожалению, дети очень, максимализм часто очень проявляется у детей, и поэтому стараются все-таки скрывать диагноз. И на работе, и в каких-то институтах общественных, то есть в садиках, в школах, в институтах уже с высшим образованием. Стараются скрывать, потому что сами почему-то боятся этой болезни. Ведь проводятся в Крае профилактические мероприятия, направленные на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Почему бы их, может быть, частично не направлять именно на то, чтобы постепенно стирать вот этот вот позорный ярлык с этой болезни? Дело в том, что вся наша работа направлена на то, чтобы изменить отношения. Вот мы изменили отношения медицинских работников к этому заболеванию, потому что изначально, вот в 87-м году, когда первый пациент был выявлен на территории Краснодарского края, мы, кстати, одна из первых территорий, где ВИЧ-инфекция возникла в Советском Союзе, это город Армавирунус, 87-й год. И этот случай описан во всех классических монографиях по ВИЧ-инфекции. Вот тогда чуть ли не в костюмах для особо опасных инфекций везли эту кровь, отправляли ее в Москву, в Москве там в особой лаборатории ее тестировали. Для Советского Союза это было, конечно, это какой-то ужас был. Сейчас совершенно другое отношение, сейчас эту кровь чуть ли не водители возят в обычных машинах, из поликлиник в лабораторию и обратно. И сейчас уже мы не медицинских работников убеждаем, что это не страшно, а самим гражданам нашим, жителям Краснодарского края. Мы выходим на улицы, у нас есть передвижные лаборатории, которые проводят забор крови в парках, в местах общественного пользования, возле больших супермаркетов. На днях города очень часто наша передвижная лаборатория лаборатория стоит в центре города на Театральной площади Великозачьей. И мы всем объясняем, что приходите, не бойтесь, обследуйтесь. Это не страшная болезнь, ее не нужно бояться. Мало того, она теперь не смертельно опасна, она просто хронически вяло текущее заболевание, которое может позволить человеку прожить всю жизнь. И мы каждый раз, выходя, объясняя, раздавая листовки, раздавая какие-то материалы, мы как раз и меняем вот это отношение к этому заболеванию уже среди основного населения. В крае проходит очень много профилактических мероприятий. Во-первых, у нас дважды прошел автопробег, стоп-спид. И в городе Сочи, в городе Краснодаре, в Новороссийске, это и федеральные передвижные лаборатории были, наша лаборатория участвовала. На всех больших выставках, форумах также присутствует наша передвижная лаборатория, наши психологи, врачи. В городе очень много передвижных мероприятий. Мы всегда приглашаем в наши учреждения, их пять, вот центры, я говорил, в Сочи, в Краснодаре, в Новороссийске, в Топсеевьейске. Постоянно рассказываем гражданам, что в любом лечебном учреждении, в любой поликлинике можно бесплатно, даже анонимно, обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Главное, чтобы человек знал, что есть, нет. Все, дальше он уже сам принимает решение, как вести себя. И я же говорю, что, во-первых, снизился темп развития заболевания на территории Краснодарского края. На 8% уменьшилось количество лиц, заразившихся до 30 лет. Сейчас вот профилактическая направленность на лиц более старшего возраста. Я думаю, что все это, просто профилактика, она не сразу видна. Нет такого, что вот как профилактическую вакцину ввели, да, там через 2 недели уже образовались антитела, и человек защищен от какого-то определенного заболевания. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заражения ВИЧ-инфекцией, они обязательно дадут свои плоды, только они по времени будут немножко растянуты. Ну, как долгосрочные проведения. Да, это 5-6, это 10 лет. Мало того, потом же эта когорта, вот которых сейчас до 30, они перейдут, когда им будет уже там 40-50. И мы тоже увидим результаты. Процент в этой группе снизится. Мало того, мы все равно продолжаем работать с молодежью. У нас очень много волонтерских организаций. Спасибо нашим университетам, которые располагаются на территории Краснодарского края. Все-все задействованы. А подросток, когда он идет, рассказывает своему сверстнику то, что он знает, он уже никогда в жизни этого не забудет. Он сам будет привержен к этим профилактическим мероприятиям. И таким образом, вот из одного поколения в другое, мы будем передавать эту информацию. И в конце концов, я надеюсь, что мы вообще прекратим передачу ВИЧ-инфекции. В том числе и половым путем. Будем надеяться. Спасибо. Будем надеяться. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!